Более полутора лет общественные активисты борются за возвращение земель в Затоке-Громаде. 16 января прокуратура области взяла под арест мэра посёлка и главного архитектора Белгороднестровского по подозрению в незаконной продаже рекреационной земли. Адвокаты Василия Звягинцева подали апелляцию с требованием изменить меру пресечения. Чтобы не допустить давления на судей, активисты устроили пикет под зданием суда. Мы защищаем Затокову. Хотим, чтобы был справедливый суд. Хотим установить справедливость, чтобы земли мирным жителям Затоки доставались равномерно, равноправно и в свое время все коммуникации, все выполняли все свои функции. За справедливость, чтобы не было коррупции. В результате Василий Звягинцев отозвал ходатайство об изменении меры пресечения. Активисты организации благополучия Затоки убеждены, он сделал это из-за общественного давления. Это временное решение подозреваемого, говорит Марк Гордиенко. И связано оно с невозможностью договориться с судейским корпусом. Сторона Звягинцева в отчаянии отозвала эту апелляционную скаргу. Может быть, я думаю, что они ее... это раз. Скорее всего, так и было. И они отозвались в надежде, что через какое-то время опять они будут пытаться, наверное, подавать апелляцию, смотреть, какая будет коллегия судей, можно ли кого-то подкупить и дальше двигаться. Прокурор Евгений Притула также называет такие действия своеобразным пиар-ходом. По его словам, аргументы, приведенные в апелляционной жалобе, не позволили бы изменить меру пресечения. Размир заставы, визначенный следственным судом, достатным для выполнения подозреваемых обязанностей в разе внесения ее в размере 5 млн грн. То есть это сумма, которая превышает дещо установленные размеры. Однако, чинный криминальный процессуальный закон позволяет в суду в исключительных случаях выбирать больше суммы заставы в разе наявности достатных подставок. Результатом, безусловно, довольны, поскольку арест остался в силе и залог в размере 5 млн грн. Подчеркиваю, легальных денег, которые нужно нести в качестве залога, остался неизменным. Сам способ достаточно странный. Я думаю, что Звягинцев, очевидно, отказавшись от защитников своих и отказавшись от их апелляционной жалобы, рассчитывает подать очередную апелляционную жалобу с заявлением о восстановлении срока. Но, очевидно, не смог договориться на сегодняшний день с апелляционным судом. Будет пытаться это сделать еще. Поддержать Василия Звягинцева пришел всего один житель Затоки – бывший депутат поселкового совета Татьяна Егорова, которая, к слову, в свое время выступала за передачу пляжей в частные руки. Не делает ошибок тот, кто ничего не делает. А кто работает на благо развития Украины, на благо развития поселка, тот, конечно, может делать ошибки незначительные. С тем, что продажа пяти гектаров земли – незначительная ошибка, несогласны активисты и сами жители Затоки, которые помнят, каким образом принимались решения по отчуждению пляжей. Есть красная эта линия. Да, там какие-то части отойдут кому-то. Не будем говорить, да? Пять части дадим, то, что я сказал. А то, что остается, отдадим громад. Готовы? Я готов. Пять гектаров уйдет. Не будем говорить кому. Пять гектаров получит громада первой линии. Много? В целом, говорят, активисты ходом дела довольны, учитывая то, что Василий Звягинцев останется под стражей. Коллегия судей ухвалила апелляционное проведение за апелляционными скаргами захистников Яковых Врунского на ухвалу сличия судей Киевского районного суда места Одессы в 16 числе 2016 года, какой из Звягинцев застосованный запобежный захист в выгляде тримания под варты с вызначением заставы закрытый. Следствием установлено, что в 2014 году Василий Звягинцев с председателем земельной комиссии и главным архитектором города незаконно вывели из коммунальной собственности и передали в частные руки земельный участок рекреационного назначения. Землю разделили между 66 связанными с чиновниками лицами. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.